всем привет а сегодня нас утащила во врослав находимся сейчас на автовокзале подземный очень интересный сейчас пойдем с вами там погуляем во врослав мы собрались и рванули экстренно во-первых предстояла встреча с интересным собеседником но об этом попозже но во вторых хотелось там погулять естественно при совпадении этих двух моментов мы не смогли отказать себе в этой поездке времени и стоимости доезда можно сказать следующее на автомобиле была блокар среднее время в пути которые указали водители 4 часа ценник от 30 злотых за человека до 70 тут хитрая комбинация основанная на том когда вам нужно выехать и жадность водителя если комбинация срослась можете прямо за копейки доехать до нужного места получите массу позитивных впечатлений и жаба вас не потревожит на автобусе фликс бакс в районе пяти часов стоимость билеты 50 70 злотых если планировать поездку брать заранее и половить билеты можно выгрызть в два раза дешевле это коммерческие рейсы со всеми вылетающими плюшками на автобусе пол бус пкс ехать семь с половиной часов стоимость 65 злотых на самолете лететь один час на билеты от 350 злотых за человека это круто но в этом случае мы выпали жертвы беспощадной душительницы жабы короче мы поехали на автобусе так очень прикольно загнали автовокзал под землю а наверху большой торговый центр просто всходу поразил нас тем что находящийся центр автовокзал который не представляет из себя никакой туристической ценности грамотные со вкусом загнал под землю под большой и красивый торговый центр в раз в врославе в итоге сверху абсолютно отсутствует пробки приезжают и отправляются автобусы по польше и европе и обеспечивается удобное движение для пассажиров кроме этого в торговом центре наверху можно прекрасно провести время в ожидании своего рейса через врослав был лунный железнодорожный вокзал ликс бус который по халяве и и и и и и К месту встречи удобно прошли По переходу сквозь железнодорожный вокзал Это строение 19 века в неоготическом стиле Которое является одним из самых красивых зданий и вокзалов в Европе Несмотря на его старину Вокзал напичкан электронными средствами информации Аккуратными торговыми павильонами и прочими плюшками На которые у нас не было времени изучить их более детально Поражает количество света и чистота на огромном вокзале По выходу из перехода мы попали на просторную площадь перед вокзалом Ее недавно реконструировали и она представляет собой Обширное пешеходное пространство С аккуратными посадками и лавочками среди них Там мы встретились с нашим визави И отправились решать по цели поезд К сожалению процесс затянулся И освободились мы только под вечер По светлому удалось заснять только воевудский ужонт и национальный музей Но зато мы хорошо перекусили блюдами Настоящей грузинской кухни В заведении с названием У грузина Давно я не откушивал таких хинкалей С правильным ткемалем Посему приняли решение остаться на ночь Тут опять включился режим гугла И мы быстро поняли что свободных мест нет А если они и есть То нас там обязательно поджидает жаба душитель В итоге приняли решение погулять по вечернему Вроцлаву И уехать домой Так мы и сделали И когда уже стало понятно сколько у нас есть времени для прогулок Мы пошли гулять по ночному субботнему Вроцлаву Где мы только не были Обошли на ну насколько это возможно Старый город, рыночную площадь Походили узкими мощенными булыжником улочками И получая наслаждение от этих видов Пытались за несколько часов Объять необъятное И в один вечер уместить Так не хватающие для такой поездки время Очень недоставало велосипедов С которыми куда как легче исследовать Такие интересные и красивые места Естественно По мере возможности Поохотились на неотъемлемых от Вроцлава гномиков Их тут проживает целая гномия армия По данным 2016 года Население гномов Вроцлава Составляет 385 штук Сколько их сейчас Даже представить трудно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гуляя на перекрестке улиц Маршала Пилсудского и Швидницка Встретили скульптурную группу Переход Очень впечатляющие композиции Ежи Калина Воздвигнутые в память Жертвам политических репрессий 1981 года Красивейшие старинные постройки Богато украшены элементами декора И статуями Современные бутики В стекле первых этажей Ночное освещение города И продуманная подсветка Элементов зданий Оставляют незабываемые ощущения Этого большого красивого города Вот такой чемодан тут стоит На вокзале Вот такой вот размер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Врослав можно назвать студенческой столицей Польши Из-за большого количества учебных заведений Естественно, это сказывается И на его субботней гормональной эмиграции Весь центр кипит от количества молодежи Которая отрывается в каждые выходные Кафе, бары, рестораны, пабы Да, всего не перечесть Везде аппетитно пахнет Везде снуют веселые компании ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, погуляв в округе, Мы обратно вернулись в старый город Мы обратно вернулись в старый город Ну, правда, другой дорогой И продолжили нашу прогулку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вызывает восхищение здание старой ратуши Это здание строилось 250 лет С конца XIII по середину XVI веков Строгие готические линии Причудливые завитки Скульптуры на стенах Это очень впечатляет И достойное уважение к тем людям Кто сохранил эту историческую красоту До наших времен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА